После этого мне пришлось менять планки. У меня тоже были такие небольшие подозрения, честно вам скажу, вот насчет системы натяжения. Во, вот она. Как за ним ухаживать и все такое прочее. Простой резиночки, которая, кстати, в комплекте шлась, чтобы вы, покупая этот арбалет, знали, что вас ждет, что с ним нужно делать, какие штуки можно к нему дополнительные купить. Кстати говоря, хочу вам еще вот такие штуки показать, это тоже маленькие арбалетики. Всем привет, друзья, Олег, Бирхантер, и это новое видео, слегка необычное. Дело в том, что мы решили попробовать поменять концепцию, поэтому напишите в комментариях, как вам она понравится или нет. Мы сначала пробовали делать профессиональные видео, у нас была профессиональная команда, состоящая из сценаристов, продюсеров, у нас был профессиональный оператор, который снимал на две камеры, профессиональный монтажер, но по итогу нам кажется, что оно себя не оправдало, потому что просмотров не сказать, что бы много. Потом наступила зима, что еще усложнило съемки, и в общем-то мы решили попробовать вот такой домашний, так сказать, формат, где я буду с вами общаться, так сказать, прям вот как будто вы у меня в гостях сидите. Поэтому нам важно знать ваш отзыв, нравится вам такой формат или нет, и пишите об этом в комментариях. А мы начинаем. Арбалет Остается важной частью культурного наследия. Такое вступление мне написала нейросеть к этому ролику, и действительно, она права, потому что арбалеты сейчас пользуются популярностью. И почему они пользуются? Потому что это интересно, потому что изучая что-то новое, у людей в мозгу есть потребность изучать что-то новое, из-за этого организм дает тебе конфетку в виде гормонов радости. Поэтому изучая новый навык стрельбы из арбалета, люди получают радость. Точно так же организм дает конфетку за точное попадание. Мы попали в цель, организм дал нам радость. Если же говорить об охоте, то тут адреналина больше, потому что нужно ближе подходить к зверю, потому что это более сложные, более настоящие условия охоты. И это тоже плюс в копилку арбалет. И сегодняшний ролик я бы хотел посвятить арбалету мампы, да, в очередной раз, но дело в том, что этот арбалет, это вот единственный мой настоящий арбалет. То есть я им владею, я им стреляю, и мне прям это очень нравится. Давайте я вам для начала расскажу, как я вообще оказался на этом канале. У меня был свой канал, называется War Archer. Ну, сейчас там уже давно ничего нет, но тогда я что-то туда выпускал. И вот мне в руки попал арбалет мампа. Да, мне нужно там было определенные манипуляции с ним сделать и вернуть его обратно компании Iberhunter. Но мне он понравился, и я говорю, ребят, можно я сниму видео себе на канал? Мне разрешили, я снял видео, и, собственно, ребята оценили, им понравилось, и поэтому пригласили меня работать с ними. Поэтому то, что вы меня тут видите, это тоже, по сути, заслуга этого арбалета. Хранится он у меня вот в таком фирменном рюкзачке. Давайте его достанем. Почему я вообще решил записать это видео вот спустя такое количество времени? Когда у тебя появляется новая вещь, ты полон эмоций, но пуст познания. У меня были теоретически большие знания про арбалет, что это такое, как этим пользоваться, но самого опыта владения, всяких мелочевок у меня не было. Хорошо записывать видео про новые вещи, потому что всегда глаза горят, что-то такое эмоциональное, и, ну, чаще всего такие ролики люди любят. Но потом эмоции проходят, а опыт, он появляется. И вот сейчас я хочу поделиться с вами опытом. Рассказать о том, почему мне нравится этот арбалет, какие недостатки я выявил за два года использования, как за ним ухаживать и все такое прочее. Чтобы вы, покупая этот арбалет, знали, что вас ждет, что с ним нужно делать, какие штуки можно к нему дополнительные купить, а чего делать с ним не стоит. Поехали! Ну что ж, вот он, сам арбалет. Вот так вот он у меня выглядит. Покажу сошки. Приклад. Фонарик тут стоит. И лазерный целеуказатель. Так, не хочу встать в камеру, но, надеюсь, видно. Вот я его включил. Моргает. Давайте начнем с минусов. Что мне в этом арбалете не нравится? Во-первых, он достаточно сложен в настройке. У него есть большой плюс, видя вот такого натяжителя. Я думаю, вы видели. У меня было видео, как менять тетиву с помощью этой штуки на нем. Это, конечно, большой плюс, но когда вы настраиваете, и особенно если у вас нет опыта, тут маленькие тросы, маленькая тетива, очень маленькие вот эти кулачки, на которые наматываются трос. То есть, отношение длины троса, которая наматывается на блок, к тетиве, которая наматывается, точнее, разматывается с блока, очень большое. И поэтому маленькая рассинхронизация, маленький перекос вот в этой длине тросов очень сильно влияет на точность и, ну, соответственно, на кучность. То есть, у вас получается тетива куда-то вбок при натяжении уходит. То есть, настраивать этот арбалет достаточно сложно. Но это, опять же, наверное, будь я простым человеком, который не увлекается там арбалетами, не имея, сколько уже там, с 2007 года опыта стрельбы из лука и арбалета, то, наверное, я бы просто отнес мастеру кому-нибудь хорошему и сказал бы, чтобы мне настроили, и дальше продолжил радоваться и стрелять по там баночкам, мишеням и всему прочему. Но если вы спланируете делать это сами, то вот имейте в виду, тут придется закладывать, ну, мне кажется, не один вечер для того, чтобы качественно, хорошо настроить этот арбалет. С другой же стороны, если вы взяли кастомные веревки, просто поставили их сразу, не надо их сразу настраивать, прикрутили просто на глаз, чтобы все более-менее ровненько и пойдет. И стрелять, стрелять выстрелов в 100, и только после этого нужно иметь смысл тратить свое время на настройку арбалета. Потому что какие бы тросы у вас не были, как бы его там мастер не вытягивал, все равно, скорее всего, что-нибудь куда-нибудь да поползет. Тут, на самом деле, очень большая нагрузка идет на тросы, поэтому, ну его, зачем себе лишнюю создавать работу, правильно? Лучше просто пострелять, порадоваться куда-нибудь, просто фит, даже можно без мишени. Выстрел в 50 сделали, благо его легко взвести, прям тут, я думаю, вы знаете, вот этот достижитель. 20 легко взвести, это может сделать даже девочка, потому что тут есть стремя, которая упирается в ногу, и поэтому спиной прям можно даже усиленный арбалет, любой человек, мне кажется, может взвести. Следующий момент, который мне не очень понравился, это нерегулируемая планка вивера. Небольшая беда для развлекательного арбалета, потому что, как бы, я не сталкивался с тем, что мне не хватило планки. Но теоретически, я знаю, что найдутся люди, да и наверняка такие уже есть, кто хочет стрелять на 100 метров с этого арбалета. Я думаю, что если наклонить планку, это возможно. И еще один такой небольшой минус, это крепление язычка. Он тут пластиковый, я как-то делал даже модельку на всякий случай, на 3D принтере, чтобы, если что, вы могли себе напечатать и ставить запасную. Как-то не очень удобно реализовано. И, кстати говоря, я знаю, некоторые делают другие язычки специально для того, чтобы ставить сюда стрелы от кобры. Мне, вот, честно говоря, не очень понятно, для чего это нужно, потому что стрела от кобры, она, во-первых, больше, она тяжелее, и тетива, ну, то есть, смотрите, в кобре углубление вот этой ложи, куда проваливается стрела, оно больше, чем на мамбе. И поэтому тетива будет упираться в самый низ вот этого нога. Там же ног, ну, такой, типа, сантиметровый, как на большой арбалетной стреле. Смотрите, на мамбе насколько маленькое вот это углубление. Сейчас покажу тоже. Вот, 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 вот оно. Видите, какое малюсенькое. То есть, стрела здесь глубоко не проваливается. И поэтому она вся будет вот тут вот и торчать. А это говорит о чем? О том, что тетива, которая у нас прижата к направляющей, будет так двигаться по самому низу это стрелы. Поэтому стрела у нас будет прижиматься хвостовиком и вот так вот вылетать. То есть, скорее всего, вылет будет кривой. Да и смысл, какой в этом? Брать большую стрелу. Я думаю, все помнят начальную физику. Чем больше площадь, тем больше сопротивление. Стрела у кобры толстая, у мамбы маленькая. Поэтому при одинаковом весе эффективность, так или иначе, в чем она вам не нужна была, я имею в виду, это может быть дальность, или это может быть пробитие, она будет выше у стрел тоники. Да и мне кажется, что если взять вот этот родной прижимной язычок и чуть-чуть его подпилить, срезать вот эту вот хрень толстую сверху, то я думаю, что туда можно будет спихнуть и стрелу от кобры. Если вдруг вам зачем-то это нужно. Давайте поговорим немножечко про удобство, про комфорт. Это арбалет, супер, мега эргономичный. Я говорю про версию с прикладом, обязательно, я не устану это повторять, что приклад просто это другой арбалет с прикладом становится, потому что это прям полноценный арбалет, настоящий прикладистый, но при этом очень и очень компактный. Вы его вот так складываете, вот так складываете, вот так складываете, и все, он прям малютка. Ну и стрелять вы тоже можете как-то в пистолет. Единственное, что он тяжелее, конечно, со всеми этими штуками. То есть, одной рукой стрелять, ну, не очень удобно. Очень неудобно, я бы даже сказал, потому что, ну, я не знаю, сколько килограмм, полтора, наверное, весит уже во всех этих обвесах. Но! Зачем так стрелять? Это же некомфортно. Комфортнее разложиться, приложиться, и любой человек, который даже не стрелял, все равно гораздо проще, интуитивнее, что самое главное, безопаснее, потому что как у нас люди начинают целиться, когда впервые берут пистолет? Вот так вот, правильно, глаз в прицел засовывают по привычке, а так уперся, и уже все более-менее становится понятно. Короче, если у вас есть арбалет, но нет вот такого приклада, мой вам совет. Вот, прям, если бы я мог давать гарантии, что вам понравится, я бы гарантировал, что вам понравится. Очень вам советую. Прям, очень вам советую. Теперь давайте поговорим про техническую составляющую. Арбалет не хрупкий, то есть, если с ним нормально вращаться, с ним ничего не будет, но есть некоторые нюансы. Сам по себе холостой, он держит. Я пробовал, да, пробовал. Короче, ничего страшного не случилось. У меня тросик как-то тут подлетел, замял вот эту вот маленькую, маленькую вот эту вот штучку, но опять же, я ее расправил. Вот тут тоже, кстати, видно вмятины, не знаю, сейчас попробую вам показать. Должна быть, видно. Так, где, 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 вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. арбалет холостый, сам по себе держит. Но, если вы поставите усиленные плечи на 150 фунтов, или сейчас, по-моему, уже есть на 200, то родными стрелами даже не стоит стрелять. Я как-то снимался в видео на другом канале, и там мне надо было выстрелить из этого арбалета, я не знаю, сколько там, ну выстрел 40 я, наверное, сделал родными дротиками, потому что там на дальность стреляли. Кстати, сравнивали как раз этот арбалет с блочной коброй. Так вот, попасть-то я попал, но проблема в том, что после этого мне пришлось менять планки. Вот они у меня тут даже до сих пор остались, потому что они потрескались. Сейчас я вам тоже это покажу. Я в каком-то видео это уже делал, уже показывал. Вот, наверное, видно вам. Видите, как? Вот это вот, вот это следы от самого арбалета, а вот это вот трещинки. Вот они. Поэтому родные стрелы только для родных слабеньких плеч. В общем-то, вот такими стрелами, которые родные, я стрелять вам не советую. Прямо даже как Торн. Я бы их, наверное, лучше сразу бы куда-нибудь отложил, и все. Или подарил, или еще что-нибудь с ними сделал, или, я не знаю, в крайнем случае, один раз куда-нибудь по какой-нибудь железке, чтобы она уж наверняка разбилась, и больше не было соблазна ей стрелять. В остальном, тут все как с обычным арбалетом. В принципе, ничего с ним делать не надо. Он не ржавеет. Единственное, что иногда надо мазать его воском. Это положительно влияет как на скорость, так и на продолжительность жизни этого арбалета. Тут, на самом деле, особо-то ничего не трется, то есть, это только тетива по направляющей гуляет, вот. А тросы, как вот обычно, знаете, на перекрестях трутся, сильно перетираются, поэтому тут такого нет. Так что, единственное, что направляющую воском иногда помазали все, даже особо-то не надо заморачиваться. Хотя, на самом деле, нитки тоже стоит мазать, потому что при стрельбе нитки тоже друг об друга трутся, и лучше, чтобы они имели хоть какую-то смазку. В остальном, все. То есть, вот тут у меня тоже были такие небольшие подозрения, честно вам скажу, вот насчет системы натяжения, потому что тоненькие такие тросики достаточно, но, как показывает практика, ничего с ними вообще не случилось. Я разбирал траболет несколько раз, собирал, зажимал вот эти тросики, вот замок, когда прикручиваешь, вот, плохо если поставить, он зажимает тросик, но вообще ничего, никаких проблем, с этим не бывает. Ну что же, давайте теперь я вам расскажу, что я с этим рубалятом сделал, как я его переделал, и почему, собственно, я на этом и остановился. Ну, первое, это приклад, второе, это, соответственно, планка вивера, планка вивера и приклад. Ну, то есть, по сути, сейчас это называется супер мамба. Ну, насчет приклада, я думаю, если вы следите за нашими роликами, то заметили, что каждый раз, когда речь идет о мамбе, я нахвалил бы прикладу, потому что, ну, мне бы этот арбалет, честно вам скажу, вряд ли бы так нравился, как он нравится сейчас, если бы на нем не было приклада. Что касается планки вивера, то это, опять же, вы можете ставить свою рукоять, вот у меня есть 3D принтер, поэтому я себе напечатал просто рукояточку какую-нибудь, она очень удобная, и вы можете двигать ее по длине. Плюс к этому можете поставить также сошки или еще, что вам тут нужно, фонарик там или тот же ЛЦУ, но фонарик и ЛЦУ я тоже себе сделал, поставил сюда, я себе это как-то поставил для видео, потому что думаю, ну, вроде прикольно смотрится, а по факту оказалось, что очень даже удобно. Ну, фонариком я редко пользуюсь, потому что я стреляю в основном в тире или днем, но ЛЦУ штука полезная, потому что она позволяет, ну, вот, на 20 метров я его пристрелял, вообще никаких проблем. Нажал, навел, выстрелил. То есть, ну, по сути, даже вот так вот не целись, просто как от бедра, что называется, вот так вот стрелять, можно с помощью ЛЦУ, прям замечательная штука, всем советую. Тут идет вот такое вот крепление на вивер, оно прямое, но поскольку я всегда поставил не сошки, то ЛЦУ мне уже сюда было вешать некуда, пришлось вешать наверх, а сверху стоит прицел. Поэтому, опять же, я на принтере напечатал себе вот такой вот, как сказать, двойничок, чтобы повесить фонарик и... Кстати, вроде есть планки вивера, вот такие же переходники заводские, металлические, но опять же, тут нагрузки никакой нет, 3D принтер есть, моделировать умею, поэтому так и сделал. Далее у нас тут идет кнопка управления и простой резиночки, которая, кстати, в комплекте шла с КЛЦУ, она притянута вот сюда и под большой прям палец аккуратненько ложится. То есть, вот я туда стреляю, нажимаю, бам, выстрел, все готово. Что касается фонарика, то, ну, если надо стрелять ночью, то, конечно, оп, 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 то, конечно, это прикольно. Но у меня такой необходимости особо-то нет, я вот буквально несколько раз стрелял, когда ездил на море, вот к друзьям ездил, я брал с собой терболет, мы там постреляли с фонариком, вот и все. Что касается сошек, ну, тут, я думаю, все понятно. Для тех, кто стреляет сидя, для тех, кто стреляет лежа, для тех, кто стреляет на точность, сошки штука необходимая. То есть, еще в чем большой плюс сошек, даже если ты там стоя стреляешь, ты эти сошки раскрываешь, пострелял, и потом вот так вот арбалет просто ставишь. То есть, он на стремени и на этих ногах вот так вот вертикально и стоит. Потом ты его за приклад берешь так же и сразу стреляешь. То есть, даже наклоняться за арбалетом не приходится, что, опять же, добавляет комфорта и не мешает веселью с этим арбалетом. Что касается СТС-ок, вот этих вот резинок, супрессоров, как особо там некоторые умные говорят, то с ними вообще ничего не произошло. Хоть тетила по ним лупят постоянно и с большой силой, ну, я не знаю на самом деле, сколько тут тысяч выстрелов должно пройти, чтобы они протерлись. К тому же, если вы заметите, что они начинают протираться, просто вы можете ослабить винтик и повернуть их там по своей оси и закрепить, как и есть. И все. И на самом деле у меня не осталось больше ничего такого об этом арбалете, чего бы мне хотелось прям в нем поменять. Потому что, ну, знаете, есть какая-нибудь штука, ты стреляешь, и вроде все хорошо, но вот что-то тебя раздражает, что-то, чего-то не хватает там или, наверное, что-то не очень удобно сделано. Тут у меня такого вообще ничего не осталось. Тут все удобно. Кстати, я не помню, говорила или нет, на этом арбалете есть предохранитель, он сам отщелкивается, то есть, когда вы взводите арбалет, вот эта штучка, она вот так вот выскакивает сама, и все, и арбалет не стреляет. Вам нужно нажать эту кнопочку и выстрелить. Вот, да, кстати, к недостаткам есть один тоже недостаток. Все-таки, это когда ты его взвел, нельзя вот так вот бросать эту штуку и нельзя прям неаккуратно как-то вот так вот ее складывать, потому что вот так вот бывает, что ты нажимаешь сразу на предохранитель после того, как взял. То есть, ты арбалет зарядил, стрелу еще не вставил, вот только натянул его, ведешь обратно и уже снялся с предохранителя. Поэтому вот, наверное, это единственный такой недостаточек, который я нашел. В остальном у меня никаких претензий к этому арбалету нет. Поэтому спустя два года использования этого арбалета я могу сказать, что, ну, во-первых, этот арбалет не потерял своей актуальности. Это по-прежнему компактный, это по-прежнему блочный, это по-прежнему мощный арбалет. Я не охотник, я как бы просто люблю стрелять, поэтому не могу рекомендовать для охоты не потому, что он для нее не подходит, а потому, что я не знаю, подходит ли он для охоты. По ощущениям и общению с охотниками, насколько мне представляется, этот арбалет подойдет на какую-нибудь некрупную дичь. Так что так, арбалет меня полностью устраивает, он лежит в рюкзаке, компактный, места не занимает, захотелось пострелять, пошел пострелял или поехал пострелял, сейчас скоро уже лето наступит, наконец-то можно будет на улице снова и снимать видео и стрелять, жду не дождусь. Ну что ж, не знаю, что вам еще сказать, арбалет замечательный, арбалет создан для развлечения, так что покупайте, радуйтесь жизни и, ну, за свою цену, как бы, оно того точно стоит. Эти те эмоции, которые дарит арбалет, они все-таки непередаваемы, особенно, если у вас есть друзья, вы там с компанией собираетесь, то, ну, может, я не знаю, скинуться за компанией и купить себе этот арбалет. Кстати говоря, хочу вам еще вот такие штуки показать, это тоже маленькие арбалетики, по принципу той же мамбы сделаны, я имею в виду систему тросов. Вот такой, и вот такой вот есть малюсенький арбалетик. Это скорее просто офисная развлекаловка. Вот так вот он выглядит. Вроде его уже можно найти на Озоне, но если вы хотите какой-нибудь видосик развлекательный, где мы постреляем, покажем, что этот арбалет можем, то пишите также в комментариях и повторюсь, давайте проверим, держит ли он холостой. Я когда его дали, я говорю, он холостой держит, мне сказали, лучше не пробуй. Но, блин, мне кажется, он должен держать, хоть, кстати, он на подшипниках, что удивительно, даже мамба не на подшипниках, а вот этот сделан на подшипниках, то есть, вот это вот все подшипнички. Но я уверен, на самом деле, что он держит холостой, так что, оп, оп, ничего не слетело. Все, замечательно, красота, все работает. Короче, такая замечательная штучка тоже есть. Кому интересно, напишите в комментариях ссылку. Да. И повторюсь, ребят, на самом деле, это очень важно, у нас новый формат. Нравятся ли вам такие беседы, скорее как подкасты даже? Если да, то мы будем продолжать развиваться в этом же направлении. Я думаю, что видео получилось достаточно длинным, интересным. Не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!